Добрый день, уважаемые коллеги! Не утихает интерес к эффективности малой и долго хранящейся крови. Интуитивно кажется, что свежая кровь – это хорошо. Изучить этот вопрос решили наши коллеги в Австралии, где одна из самых сильных и научно обоснованных служб крови. Вроде бы мы не раз эту тему обсуждали в последнее время, но, уверяю вас, вы убедитесь сейчас в красоте этого исследования, которое запланировано достаточно долго. Австралийцы ребята обстоятельные, работают серьезно, поэтому просто так совпало, что результат появился в эти дни. Исследование Transfuse, аббревиатура Transfuse. Переливание или стандартно выданных, а я подчеркну, что стандартно весь мир выдает по принципу FIFO. First in, first out. То есть те, которые раньше всех поступили, и соответственно самые старые, выдаются в первую очередь. Ну, а второй альтернативный подход, который сравнивался, самые свежие эритроциты переливают пациентам реанимации. Причем ни одной реанимации, а 59 больниц из пяти стран, представленных на картинке, приняли участие в исследовании. Исследование проводилось более чем в течение четырех лет. Очень серьезно, 630-53 пациента были рассмотрены для принятия в исследовании, и 4994 подверглись рандомизации, примерно в равном количестве, в две группы, немножечко в группе свежих эритроцитов, 36 получили одну или более доз старых. Мы сейчас увидим, почему. Ну и соответственно в дозе старых, вернее в доле старых эритроцитов, 13 человек получили одну или более доз свежих. Согласитесь, четкая очень работа, и разница не такая большая. Гипотеза простая. А давайте посмотрим на 90-дневную летальность. Это не значит, что все 90 дней пациента находились в отделении реанимации. Нет, они выписывались, ну или другие печальные исходы были, и просто за ними наблюдали. Наблюдали в пяти странах, исповедующих разную очень политику. Ну мы видим, что сроки годности были 35 или 42 дня. Причем, ну там где 35, это осталось от эритроцитной взвеси. А коллеги видят, что они укладываются в эту цифру. Ну и чего, собственно говоря, манную кашу по тарелке размазывать. В правой колонке указан триггер. Трансфузионный, то есть спусковой крючок, или то показание, которое определяет введение в вену пациента донорских эритроцитов. Самое большое описание этих правил в Австралии. То есть, если нет острого коронарного синдрома, это 70 граммов в литре. Если есть клинические симптомы, они имеют 70-90. И если больше 90, то, скорее всего, переливание крови не показано. В Новой Зеландии меньше 70 граммов в литр в отсутствии острого коронарного синдрома, меньше 80, если он есть. В Финляндии переливают, если меньше 70, за исключением ишемии сердца или мозга, или кардиохирургических пациентов. В Ирландии веселые ребята, там никаких специальных правил нет, только общая стратегия, рестриктивная рекомендуется. Ну, и в Саудовской Аравии пишут, что нет специальных правил, очень в этом сомневаюсь, потому что ребята там достаточно квалифицированы. Мы обсуждаем сейчас рандомизированные исследования, то есть случайным образом большое количество пациентов в разных госпиталях отобраны в две сравниваемые группы. Ну, и это исследование почти на вершине методов доказательной медицины находится, но, честно говоря, по сравнению с разными метаанализами, ну, мне, во всяком случае, оно большее доверие не внушает. Почему? А потому что почти 5000 пациентов, и вот на слайде представлены группы сравнения. И удивительно, что, несмотря на случайный отбор пациентов, все-таки статистически значимо получилось, что чуть-чуть старше пациентов в группе сравнения получавшей короткоживущие элитроциты. Во всех остальных смыслах пол, сопутствующие заболевания, тяжесть по шкале АПАЧ-3, она тут чуть больше 70 баллов, то есть достаточно тяжелые пациенты. Вот посмотрите, пожалуйста, как распределяются группы крови, не так, как в России. Первая группа 45%, 25%, вторая 38%, третья 13%, и четвертая меньше 4%. А у нас, напомню, 35%, 35%, 20%, 10%. То есть коллегам найти четвертую отрицательную значительно сложнее, конечно. Да они ее и не ищут. Переливают первую положительную всем. А дамам, девушкам, девочкам с детородным потенциалом переливают первую отрицательную. Ну и вот все-таки, конечно, хорошо теоретически сформулировать. Давайте одним свежую, другим старую переливать. Но жизнь вносит во все свои коррективы. Поэтому на слайде представлены все группы крови, перелитые двум сравниваемым группам. Вот оранжевый столбик это группа короткоживущих эритроцитов свежих. То есть там, где выдавали в первую очередь свежие эритроциты. И мы видим наглядно, что самая большая доля это восемь дней хранения. Синие столбики там, где выдавали самые старые. Ну, а бывает такой холодильник, что там пять дней и самые старые как раз и есть. Первая группа. Напомню, что их много. 36-37 процентов. Поэтому легко. Достаточно разделить на свежие и старые. Вторая группа. 45 процентов. Еще проще. Третья группа. Их 13 процентов. Вот тут уже посложнее. И мы видим, что сглаживаются контуры оранжевых и синих полосок. И, наконец, группа АБ. Четвертая. 4 процента. Тут, дай бог бы, что-нибудь найти. Характеристики переливания крови. Вот. Удивительная, конечно, ситуация. Но так получилось, что все пациенты рандомизированные для переливания крови очень четкая и очень быстрая рандомизация. Смотрим на первую строчку. Ну, 98 процентов все получили хоть какую-то одну дозу эридроцитов. Отличий по этому показателю нет. Количество перелитых доз в расчете на одного пациента. Я сразу скажу, удивительно, перекопал все это исследование, но не нашел, а сколько же всего-то доз перелили. Ну, вот это единственный, пожалуй, такой показатель осязаемый. Медиана две дозы, да, и в скобочках межквартельное расстояние 1-4. То есть, в принципе, достаточно стандартная трансфузионная тактика. неотличающаяся, свежая или старая. Гемоглобин до трансфузии 74 плюс 10 граммов в литре. Ну, похоже на такую серьезную, ограничительную практику. Вот два показателя, которые, разумеется, в этих группах отличаются. Это срок хранения эридроцитов. В среднем, там, где свежие эридроциты, это 11,8 дней, там, где старые, 22,4. Смотрим всегда на правый столбик, видим, что П меньше одной тысячной. Ну, большое, естественно, различие. Чуть ниже медиана и межквартельное расстояние. Также, ну, примерно 11,22. Время дорандомизации полтора часа. Потрясающе эффективный результат. И вот на три последних строчки, конечно, всем практикам переливания крови интересно внимание обратить, а что еще переливали этим пациентам? И мы видим, вот обратите внимание на то, что в скобках тромбоциты 9 в одной группе процентов получили пациенты все. Эридроциты, напомню, все тромбоциты 9,8, плазму 11,9, 10,4, то есть меньше 12%, и криопрецепитат, о котором мы начинаем потихонечку вспоминать, достаточно осязаемая доза, то есть 100% эридроциты, 12% плазму и 4% криопрецепитат. Разницы между группами в трансфузионной терапии нет никакой. Здесь давайте начнем с квадратика в правом верхнем углу слайда. Выжило из 5000 почти 3635 человек, то есть больше 1000 померло, очень высокая летальность. И теперь перейдем к таблице, обратим к показателю 90-дневная летальность, это левый столбик, обведенный красной линией. в зависимости от срока хранения эридроцитов. За категорию сравнения дан четвертый квартель, то есть эридроциты со самым большим сроком хранения, рецепиенты которых умерли в 23,7% случаев. То есть больше 20% летальность во всех четырех группах, четырех квартелях с разным сроком хранения эридроцитов отличий никаких значимых нет. Сколько народу умерло в реанимации и в больнице непосредственно? Мы видим, что в реанимации умерло в двух сравниваемых группах 14,6-13,5% статистической разницы нет. И в больнице умерло около 20% из наших исследуемых групп. Также статистически значимой разницы нет. И вот итоговая фактически самая главная таблица. Есть ли отличия в летальности в зависимости от групп крови, от тяжести по апач и по софа нет. Нет. значимых отличий в летальности нет. Ну вот есть один показатель 0,05 мы видим это риск смерти у пациентов у которых по апач 3 тяжесть больше чем 21,5 балл. То есть достаточно тяжелые пациенты. Они реже умирали. Вот внизу если посмотрим что лучше. Налево лучше это свежие эритроциты направо лучше это старые эритроциты. Так вот реже умирали тяжелые пациенты получившие старые эритроциты. Ну на границе скажем так значимости. И если мы перейдем к вторичным исходам летальность к 28 дню к 180 персистирующая длительная органная дисфункция инфекции внутри сосудистой и вот увидим что фибрильные негемолитические реакции пожалуй из всего вот этого нижнего этажа дни в реанимации срок лечения в госпитале и так далее все вы это можете прочитать из всех показателей удивительно одно значимое отличие один показатель значимо отличается это именно количество фибрильных негемолитических реакций которые реже встречаются при долго хранящихся при старых эритроцитах тут я не знаю даже что комментировать наглядная очень картинка мы видим что по оси Y летальность по оси X время в днях поступили все живые ну и к концу периода наблюдения осталось живых процентов 70 никакой разницы между группами свежих и старых эритроцитов нет что еще комментируют наши коллеги уважаемые что всего на планете 14 ими зафиксированы исследований из которых два имеют большие группы сравнения и включают пациентов реанимации это исследования информ и исследования able я напомню что как-то принято так что все исследования имеют такое краткое наименование что в беседе ну и вообще в воспоминаниях с чем-то ассоциировалось это исследование потому что исследований становится все больше и на пальцах бывает достаточно сложно понять о чем мы вообще говорим мне приятно сказать что мы также следим за всеми этими исследованиями и снимаем по ним видео лекции вот в разделе видео нашего сайта вы можете найти два упомянутых исследования но внизу исследование было но настолько классическим стало что когда мы о нем разговаривали я даже и это слово в названии не вынес но тем не менее если вы по этой ссылке кликните там увидите кино про эйбл и про информ чуть выше также сделали мы видео лекцию на что наши коллеги уважаемые обращают внимание что ну да хорошее исследование но вот внутригоспитальная летальность в исследовании эйбл была 13% тогда как в исследовании transfuse 24,5% то есть ну как бы они относятся к коллегам что не очень тяжелых пациентов они обследовали а эйбл ну всегда хочется себя похвалить значит кого-то надо немножечко обгадить но вот в исследовании эйбл они нашли что да решили переливать эритроциты которые хранятся в холодильнике меньше 8 дней а не очень это получилось достаточно большое исключение из этой группы и время до рандомизации мы помним что в исследовании transfuse это меньше чем 2 часа от рандомизации до начала переливания а в исследовании эйбл получается порядка 10 часов поэтому принцип наш сохраняется выдаем в первую очередь самые старые эритроциты и и вот результат очень короткий огромное исследование результат уложился собственно говоря в одну строчку что исследователи не нашли значимых отличий в летальности рецепиентов самых свежих и самых старых эритроцитов доноров при этом все руководствовались какими-то правилами но у нас ведь тоже есть правила сформулированные в приказе Минздрава 183 сформулированы достаточно схематически выделяются во-первых острая и хроническая анемия ну что наверное нуждается в какой-то дополнительной может быть оценке но потом есть европейские правила массивная кровопотеря но пишут ведь о продолжающемся кровотечении 70-90 граммов литри полагают нужно поддерживать при хронической анемии ну вот здесь явная ошибка забыли например толосемей такие пациенты пусть у нас их немного на юге Дагестана а они есть и про хронической анемии переливания назначаются только для коррекции важнейших симптомов не поддающихся основной патогенетической терапии ну не знаю надо ли дожиться таких симптомов во всяком случае как базис конечно приказ есть приказ и пожалуй что в приказе может быть и не нужно все исчерпывающие ситуации формулировать чтобы людям бить по рукам наверное все-таки этим должно заниматься профессиональное сообщество или клиника отдельная которая хочет достигать хороших результатов ну во всяком случае вот нашу последнюю практику мы постарались описать в зеленой книжке гемокомпонентная терапия и выделили мы 6 групп наших пациентов пациентов с толсимии честно говоря к нам пока еще не поступали но пожалуй мы и в следующую редакцию правила и их внесем чтобы просто про них не забывать и мы видим что ну конечно ну вот вернуться если к приказу Минздрава а беременность ну тоже 70 граммов надо поддерживать ну а зачем собственно пускай развивается маленький человечек в организме мамы с концентрацией гемоглобина 85 граммов также хочу сказать что кардиохирургическим пациентам ну наверное нужно относиться так же как пациентам с острым коронарным синдромом немножко мы в наших правилах все-таки конкретизируем те показатели которые свидетельствуют о системной или локальной ишемии и вот если соблюдать эти правила то получается картинка представленная на слайде красный столбик это количество эритроцитов перелитых в нашей клинике желтое количество плазмы синяя линия количество пациентов получивших лечение то есть за 10 11 уже лет нашей работы количество эритроцитов в расчете на одного пациента сократилось в 3 раза количество перелитой плазмы в 30 раз при этом лечебные результаты только улучшились ну вот здесь не знаю конечно мы не дотягиваем до этого установленного требования трансфузионной активности в 10 процентов у нас тут дай бог 4 процента пациентов наших получают переливание аллогенной крови но нам как-то и нашим коллегам не хочется искусственно этот процент увеличивать нам хочется повышать эффективность чтобы люди от нас уходили в здоровом состоянии быстро с хорошим качеством жизни и со всеми прочими положительными жизненными эмоциями здесь хотел бы отметить ну вот жалко что в исследовании трансфьюз не показали сколько же они доз переливали одному пациенту ну как-то более более детально ясно что в медианах равна 2 но более детальная наша практика представлена на слайде самый левый столбик это количество пациентов трансфузионная терапия у которых закончилась переливанием одной дозы эритроцитов мы видим что 10 лет назад было чуть меньше 40 а в прошлом году это было уже почти 53 процента это тоже никакая не самоцель но если вы используете очень хорошие компоненты крови большую дозу эритроцитной взвеси лейкодиплицированную заготовленную от донора мужчины то результат будет лучше чем использовать эритроцитную массу на непонятном консерванте с непонятным остаточным количеством лейкоцитов всегда рады видеть вас на нашей кафедре в восточном Измайлово это район метро Первомайское адрес телефоны сайт наш указан на картинке которая перед вами программа дистанционного обучения ну и вот с общей помощью сделали мы цикл непрерывного медицинского образования гемостаса переливания крови сейчас он проходит все официальные процедуры утверждения регистрации но на сайте он уже на портале размещен полностью как на наш взгляд и поэтому мы были бы признательны коллегам которые нашли возможным оценить содержание этого цикла может быть нам что-то подсказать потому что обратная связь штука важная и мы конечно всегда прислушиваемся к авторитетному мнению коллег поэтому если вы в такую группу хотите попасть пишите пожалуйста по указанному на экране адресу мы активно развиваем все формы нашего обучения очень хорошо работает дистанционный цикл на соответствие врачей приказу 183 если нужно кому-то можем приехать с удовольствием на большую группу слушателей сделали мы цикл клиническая иммуногематология он уже дает тематическое усовершенствование 72 часа всех на него приглашаем и на этом и на других циклов будем очень рады за обратную связь за какие-то замечания я хочу сказать что конечно мы над всеми циклами работаем постоянно стараемся пополнять и библиотеку нашу на портале и какие-то новые вопросы добавлять в общем на месте не стоит есть у нас цикл трансфузиология для медицинских сестер очень практический потому что мы понимаем что работают реально медицинские сестры а вот никто их этому не учит активно мы включились в программу непрерывного медицинского образования то есть для тех людей кто получил сертификат после января 2016 года есть возможность набрать 36 баллов на учебных мероприятиях вот первый наш цикл мы сделали менеджмент крови пациента причем находится он в системе НМО по слову трансфузиология но в принципе если почитать про этот цикл то он конечно для врачей разных специальностей и допустим педиатр пройдя этот цикл может при будущей аккредитации никто не знает как она будет выглядеть предъявить эти баллы полученные на нашем цикле этот цикл очно-заочный но относительно прохождения очной части тут про базу можно отдельно поговорить и обсудить таким образом выглядит на портале непрерывного медицинского образования наш цикл менеджмент крови пациента милости просим на него и также ну получается ведь что 5 лет нужно учиться ну ходить каждый год на один и тот же цикл по 36 часов скучновато поэтому конечно мы таких циклов сделаем много вот уже сделали 2 только что запустился у нас полностью дистанционный цикл трансфузиология иммуногематология для врачей клинических отделений он также для предназначен для врачей и трансфузиологов для врачей разных специальностей вот наверное на сайте надо сделать какой-то стандарт на какие кнопки нажимать чтобы на эти циклы попадать если вы считаете что это нужно то мы конечно так сделаем заходите пожалуйста к нам на сайт под этим синим квадратиком всегда расписание занятий нашей кафедры вот здесь книжки и диски доступны в том числе не только в нашем магазине но и освоили мы функцию книгопочтой будем рады вас видеть на наших конференциях в декабре милости просим на конференцию в Пироговский центр а в мае в Крым спасибо вам за внимание если есть вопросы пожалуйста спасибо вам за внимание до новых встреч